МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Война за землю. Почему в Черновицкой области вместо ветеранов АТО землю получили местные бизнесмены? Словами соперника, у кого Марин Лепен позаимствовала часть выступлений в преддверии второго тура выборов. В Одессе годовщина трагических событий 2 мая. В 2014-м в центре города произошли масштабные столкновения. Позже в Доме профсоюзов на Куликовом поле вспыхнул пожар. Он унес жизни 48 человек. Третий год следователи не могут установить виновных. И третий год Одесса в этот день охвачена конфликтами и беспорядками. Сегодня в центре города было несколько тысяч человек и почти столько же правоохранителей. Продолжит Андрей Анастасов. С утра в Одессе повышенные меры безопасности района города, где три года назад в буквальном смысле шли уличные бои, оцепленные правоохранителями. Начинаются траурные мероприятия на Дерибасовской. Смертельные огнестрельные ранения здесь получили два человека. Священник читает молитву. Рядом митинг. Одесситы возлагают цветы. А это уже Куликово поле, где 2 мая во время пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека. И люди, которые сегодня пришли к этому месту, уже по-другому интерпретируют трагедию. Здесь тоже проходит панихида. Людей гораздо больше, чем на Дерибасовской. Их проверяют с помощью рамок металлоискателей. Нельзя убивать людей, кто бы они ни были. Сепаратисты, аквалангисты, филателисты. Это люди. А их убивали. А власти наши поддерживают это. Внезапно полиция просит всех покинуть площадь. Поступило сообщение о минировании. Люди взбудоражены, уходить не хотят. Происходят локальные конфликты с полицией. Пожалуйста, все отходим чуть-чуть назад. Пройдите для ваших диспектов. Я и так в диспекте. А одного пенсионера даже с дракой задерживают якобы за неповиновение правоохранителям. После того, как площадь проверяют взрывотехники, людей снова пускают через рамки. У Дома профсоюзов начинается траурный митинг. Здесь читают стихи. В память о погибших запускают в небо белых голубей и черные воздушные шары. В целом, мероприятие прошло спокойно, если не считать, что несколько радикально настроенных молодых людей, затесавшихся в толпе, пытались провоцировать столкновение с теми, кто пришел на панихиду. Но полиция быстро пресекала эти конфликты. Провокаторов уводили в сторону. И еще одно мероприятие провели уже вечером в центре города на Греческой площади. Здесь прошла межконфессиональная молитва в память обо всех погибших 2 мая 2014 года в Одессе. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Почтить память погибших в Одессу приехали народные депутаты. Вместе с родными и близкими жертв трагедии они посетили поминальную панихиду в одном из одесских храмов. Подробнее далее в сюжете. Ежегодно 2 мая Алла Маркина приходит к могиле мужа. Он один из погибших во время пожара в Доме профсоюзов. Женщина говорит, ее супруга следователи пытаются сделать главным виновником трагедии. Хотели повесить на него все. Выдали сестре постановление о том, что на него возлагают все тяготы, что случилось. Никогда не хотел ни войны, ни драк, ничего. Он считал, что нужно словом что-то доказывать. Почтить память погибших в Одессу приехали депутаты от оппозиционного блока. По словам лидера фракции Юрия Бойко, найти настоящих виновных следователи даже не пытаются. Чтобы это преступление было расследовано объективно, пришлось обращаться в Европейский суд по правам человека. Следствие вообще не ведется, блокируется. И мы помогли родственникам погибшим дойти до Европейского суда по правам человека. И мы считаем, что Европейский суд по правам человека заставит наши правоохранительные органы произвести справедливое объективное расследование и найти убийц. Потому что подобные страшные преступления срока давности не имеют. И те, кто это сделал, будут отвечать рано или поздно по закону и понесут наказание. Еще одна инициатива оппозиционеров. Строительство возле Одесского дома профсоюзов. Мемориал о погибшем. По словам Юрия Бойко, мэр города Геннадий Труханов лично обещал это сделать. Но свое слово так и не сдержал. Заблокировала власть. Не дали установить знак. Вообще мы уже привезли его. Была договоренность. Он меня лично обещал. Он обещал мне, что этот знак будет установлен. И сам инициировал решение сессии о том, чтобы его не ставить. То есть он обманул доверие одесситов. Считаю, что это просто двурушническая оппозиция. И мэр Одессы обманул людей, которые ему доверили. В этом году поминальную панихиду родственники погибших и народные депутаты провели в Свято-Успенском патриаршем Одесском мужском монастыре. Мы прилетели в Одессу с миром. Мы прилетели в Одессу разделить скорбь с родственниками погибших. Пощить память погибших. Помолиться об их душах. И я хочу сказать, что мы помним о погибших невинно убиенных людях не только сегодня, а 365 дней в году. И мы помним о них, молимся о них. И стараемся вместе с родственниками преодолеть последствия этой страшной трагедии. Мы знаем, что здесь планировались провокации различного рода. Но мы никому не дадим шанса эти провокации осуществить с нашим участием. Первыми о провокациях сообщили трое депутатов от оппозиционного блока Одесского облсовета. В 8 часов двоих из них при участии радикалов заблокировали на дороге сотрудники СБУ. И вручили повестки с требованиями явиться на допрос. Еще у одного провели обыск. Сегодня многих наших коллег вызывают к следователям, проводят обыски. Мы знаем, что огромное количество провокаций готовится и на Куликовом поле. Пока не будут нормальные памятники установлены, мы будем воздавать память погибшим, так как это возможно. Чтобы не было разговоров, что мы пытаемся на этом делать политику. В этом нет никакой политики. После панихиды парламентарии, депутаты из облсовета и родственники погибших посетили могилы, где похоронены жертвы одесской трагедии. Александр Васильченко и Евгений Пахальчук. Подробности телеканал Интер. И сейчас на связи со студией наш корреспондент Александр Васильченко. У него узнаем, что происходило в Одессе во второй половине дня. Саш, здравствуй. Расскажи, чем закончились сегодняшние акции и обошлось ли без провокаций? Добрый вечер, Екатерина. Уже во второй половине дня, когда акция памяти почти завершилась, и на Куликовом поле оставалось не так много людей, в полицию снова поступило сообщение о минировании Одесского дома профсоюзов. Напомню, это уже второе минирование этого здания за сегодняшний день. Силовики отреагировали, собственно, быстро, эвакуировали всех людей на безопасную дистанцию. Позже появилась информация, что, как и в предыдущий раз, никаких взрывоопасных предметов зданий не нашли. В самой полиции рассказали, сейчас ищут человека, сообщавшего о минированиях, но пока у правоохранителей никаких зацепок нет. Также, по словам полицейских, за разные нарушения задержаны 4 участника акции. Хочу отметить, что в районе Куликового поля все еще перекрыто автомобильное движение. Пешеходов не пропускают, их пропускают только через металлорамки, а вот в самом городе усилены меры безопасности. Больше о сегодняшних событиях в Одессе поговорим с народным депутатом Николаем Скориком. Я вас приветствую. Спасибо, что нашли время встретиться с нами. И сегодня мы видели такую ситуацию, что радикально настроенные люди провоцировали, делали провокации на Куликовом поле. Скажите, насколько опасны эти радикалы и кто их поддерживает? Ну, в первую очередь, я могу сказать о том, что в Одессе сегодня день траура, официальный день траура. К сожалению, это преступление за три года, которые прошли с момента его совершения, абсолютно не расследовано, как уже сегодня говорилось в вашем сюжете. Слава Богу, что сегодня обошлось без каких-то серьезных столкновений и жертв. Что касается того, вот о радикалах, там, их еще сейчас модно называть активистами, почему-то их называют патриотами, хотя, мне кажется, их деятельность никакого отношения к патриотизму не имеет. Это власть поддерживает их, власть реализует через них свое давление на гражданское общество, на оппозицию, системное давление. И в любом нормальном обществе эти бы радикалы действовали исключительно в рамках закона, а если нет, то власть бы пресекала эти действия. К сожалению, у нас так не происходит. Еще раз говорю, я благодарен судьбе и, скажем, ситуации, что, слава Богу, в Одессе в этом году обошлось без жертв. Это не все эксцессы, которые произошли сегодня. Нескольким депутатам облсовета вручили повестки на допрос. Здесь вот непонятно, потому что один из них написал, что в этой повестке не было написано, на какой именно допрос его вызывают, по какому уголовному производству. И еще также непонятно, почему на вручении этих повесток присутствовали, собственно, представители радикальных сил. Ну, с нашей точки зрения, сделано это было только с одной целью, скажем, не дать возможность депутатам областного совета, там несколько депутатов и проводили обыск и вызвали повесткой на допросы в следственные органы, не дать принять участие в травмных мероприятиях, посвященных 2 мая. Это в духе нашей власти, в духе тех радикалов, о которых вы только что спрашивали. Ничего конкретного, насколько я знаю, не спрашивали у моих коллег, а просто тупо продержали в следственных органах до конца рабочего дня. Еще один вопрос. Непонятна позиция мэра Одессы Труханова, который совсем недавно дал добро на то, чтобы установить мемориальный комплекс возле Дома профсоюза в Одессе и буквально на следующем заседании сессии горсовета отменил свое решение, инициировал отмену своего решения. С чем это связано и, собственно, почему так произошло? В сюжете только что лидер нашей фракции Юрий Анатольевич Бойко очень четко по этому поводу сказал о том, что действительно была договоренность между ним и мэром города, господином Трухановым. Об установлении даже мы предлагали не один знак, а два одинаковых знака, чтобы их согласовали все политические силы, разные, разнонаправленные политические силы, чтобы это выступило такой точкой начала примирения, гражданского согласия, чтобы установить на греческой, где начались столкновения, установить на Куликовом поле и дать возможность всем родным и близким, потому что вот совершенно правильно сказал один из интервьюируемых в сюжете, что в любой нормальной европейской стране главная ценность это человеческая жизнь. Если потеряна человеческая жизнь, и государство не предотвратило эту потерю, отвечает за это государство. Когда говорят о том, что таким образом вот этими событиями Одесса кого-то от чего-то защитила, тогда нужно этих людей найти, наградить, и страна должна знать своих героев, но никто же их не знает. А с другой стороны, если это преступление в нормальном государстве, оно должно быть расследовано, и эти люди должны быть наказаны. А господину Труханову нужно определиться с кем он. С преступной центральной киевской властью или с одесситами, с теми гражданами, которые ему доверили управлять городом и отдали за него свои голоса на предыдущих выборах в местный совет. Но народные депутаты еще будут инициировать все-таки установку этого памятника? Мы готовы и мы активно поддерживаем два момента. Первый – это необходимость расследования и наказания виновных. Это позиция не то, что наша, это позиция всего цивилизованного мира. Есть соответствующие доклады Организации Объединенных Наций, Советы Европы, ОБСЕ, других авторитетных международных организаций. С одной стороны, а с другой стороны, это процесс гражданского примирения. Потому что то, что устраивает власть каждый год на Куликовом поле, когда люди поклоняются там ободранному забору и не в состоянии даже почтить память, если не говоря уже о том, что найти виновных в убийстве этих людей, установить более-менее нормальные памятные знаки в честь их памяти. Еще раз повторюсь, два памятных знака надо было бы установить. Я считаю, что это необходимо сделать. И вопрос исключительно в данной ситуации за городской властью, за тем, что она, даже она не идет на поводу у радикалов. Частью радикалов господин Труханов непосредственно управляет. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я напомню, что о ситуации в Одессе мы говорили с народным депутатом Николаем Скориком. Мы продолжаем следить за событиями и будем сообщать о новых подробностях. Катя. Саша, спасибо тебе за работу. Это был Александр Васильченко из Одессы, где сегодня вспоминают события 2 мая. Альтернативы минским договоренностям нет. Нормандскому формату тоже. Это, по сути, главный результат переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина в Сочи. Ситуация на Донбассе была одной из основных тем встречи. Больше расскажет Татьяна Лагунова. За три дня 14 тысяч километров. Брюссель, Берлин, Абудаби, Джида, снова Берлин и вот сегодня Сочи. Ангела Меркель в России. Это самый сложный этап ее дипломатического марафона. В гости к Путину Меркель не ездила два года. Политики предпочитали общаться в кулуарах международных саммитов и по телефону. Сегодня канцлер прилетела в рамках подготовки к саммиту Большой Двадцатки, который состоится в июле в немецком Гамбурге. Но это был формальный повод. Говорить Меркель и Путин изначально планировали о другом, о чем сразу и сообщили журналистам. Ну и, конечно, мы не можем не воспользоваться этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям, по наиболее проблемным точкам, имея в виду Украину, Сирию. Да, мы поговорим о международной обстановке, о ситуации в Украине, Сирии, Ливии. Эти темы Меркель и Путин обсуждали несколько часов и в результате в очередной раз задекларировали свои позиции. Германия настаивает на прекращении огня уже потом постепенной, но полной реализации минских соглашений. Россия хочет ускорить выполнение политической части Минска. Единый Меркель и Путин в одном. Альтернативы минскому процессу нет. И нужно тщательно расследовать подрыв автомобиля миссии ОБСЕ. Мы всегда напоминаем о необходимости выполнения начального, так называемого, нулевого пункта Минских соглашений. Это прекращение огня. А уже потом о последующих политических шагах. Мы начали работу в этом русле параллельно. Но прекращение огня и обмен заложниками играют огромное значение. Стабилизирующую роль в зоне конфликта, безусловно, играет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. А такие трагические инциденты, как недавний подрыв автомобиля ОБСЕ, безусловно, наносят существенный ущерб миротворческим усилиям. Ведут к очередной эскалации напряжения. Поэтому необходимо беспрепятственно, беспристрастно разобраться с тем, что случилось. Немецкие журналисты спросили и о выборах в Германии. Мол, не боится ли Ангела Меркель, что Россия попытается повлиять на результаты голосования. Я могу сказать, что я вообще не из пугливых людей. Конечно, если будет грубая дезинформация, как это было в случае с девочкой Лизой, мы будем с ней бороться. Но я считаю, что мы в Германии сможем провести спокойную предвыборную кампанию. Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и в политические процессы в других странах. И нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь и во внутреполитическую жизнь России никто не вмешивался. На этом общение с прессой было закончено. После пресс-конференции переговоры продолжились в формате рабочего обеда. Но об их результатах, если, конечно, они были, журналистам уже не сообщали. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Тем временем, прямо сейчас президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп ведут переговоры по телефону. Лидеры обсуждают ситуацию в Украине и конфликт в Сирии. Это первый разговор президентов после американского ракетного удара по сирийской авиабазе. Его в России назвали актом агрессии против суверенного государства. А с момента инаугурации Дональда Трампа это уже третья беседа в телефонном режиме лидеров двух стран. Лично они пока не встречались. Соединенные Штаты пока не планируют вводить новые санкции против России. Об этом заявил глава комитета по международным отношениям в Сенате США. В Америке, по словам Боба Коркера, ждут результатов расследования о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. И ищут возможности противостоять действиям Москвы в Восточной Европе без ограничительных мер. В то же время Коркер не исключил. В будущем расширение санкций возможно. В зоне АТО боевики продолжают обстреливать украинские позиции по всем направлениям. За последние сутки в результате вражеских обстрелов ранены четверо наших бойцов. Под огнем провели эти сутки и жители прифронтовых поселков Зайцево и Марьинки. Продолжит Ирина Баглай. На первую ступеньку вот здесь. Вот здесь. Встала меня, а на третьей ступеньке остановилась. Видно воздух или волну, или я знаю. Вот это все кругом поразбила. Елена Ивановна вспоминает, как едва успела добежать до подвала. В этот же момент вражеская мина разнесла ее дом. Теперь женщина ютится в пристройке и старается находиться поближе к укрытию. И не знаем, откуда что прилетит. Ложись и не знаешь. Часто приходится в подвал бежать. Днем же пока тишина и ясная погода. Местные жители на огородах. Для большинства остающихся в селах на линии огня это порой единственный способ прокормиться. Но помимо картошки и зелени Елена Ивановна на своем участке по-прежнему находит килограммы смертоносного железа. Вот эти с усиками, как оно называется, крыло. Много нашли? Сразу забирают ребята. В таком же напряжении живут и южнее. Дом Николая Ивановича фактически на передовой и по-прежнему под прицелом боевиков. Во дворях восставики от вражеских мин. Сам дом в отметинах после многочисленных обстрелов наемников. Постреляли с вечера, постреляли, постреляли. Затихло. Затихло, ну, наверное, перезаряжается. Тишина начинается. Опять начинается. Как только вражеский огонь усиливается, муж с женой спускаются в погреб. Третий год подземелье для них и спальня, и кухня. Не хватает только буржуки, чтобы согреться. То, что холодно тут, понимаешь, тут же не той. Укрываемся, лежим, выйдем. Только пошли туда, опять сюда. Бега дня, понимаете? Но от шальных пуль и мин боевиков уберечься удается не всегда. Двоих жителей Маринки вчера накрыло осколками от вражеских снарядов, когда они работали на огороде. Обоих мужчин госпитализировали. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Они воевали с противником на Донбассе, а теперь воюют с чиновниками. История из Черновицкой области. Земельные наделы, предназначенные участникам АТО, отдали бизнесменам. Почему так произошло, и есть ли шанс у бывших бойцов победить в земельных войнах? Выясняли наши корреспонденты. Родной брат Алины Ревеки в прошлом году вернулся с фронта. Но воевать пришлось уже на мир на территории. За обещанную государством землю. Раз, второй раз ходил, писал заявки, и мама даже ходила. Хлопец, что-то бы сделал, посадил бы какой-то город. Не продал бы, взял бы гроши, себе бы что-то сделал, построил какую-то пристройку. Никто не дает никакую землю. Парню говорят, земли нет, сестра в недоумении. Ведь в Топоровцах свободных наделов целых 26 гектаров. Когда-то все принадлежало колхозам. В середине 90-х здесь создали так называемый резервный фонд. Именно эту землю местные депутаты в сентябре прошлого года решили выделить участникам АТО. По гектару на человека. Согласовывали все с областными чиновниками. Из этих 26 гектаров мы спланировали видать 16 сетям АТО. И передали 26.09. в Державокадастер, в голове администрации, в областной, в голове районной. Мы рады всей вещи не санкции, чтобы никаких решений без нашего ведома не давали. Но через месяц узнали. Часть резервной земли отдали местным предпринимателям. Абсолютно бесплатно раздали 10 гектаров лучшие участки. Селяне уверены, без коррупции блата не обошлось. Там мама, дочка, сын и вичи. И невестка. Тут будет засаженный сад. Это кто получил за эти деньги, за эту землю? Почему для одних земли в селе нет, а другим дают целые гектары? Несправедливость вывела людей на дорогу. На несколько часов они перекрыли трассу. Что так издеваются над этим народом? Скажите, куда эти люди должны идти в эту худовину пасти? Это наши бои. Из наших боевцев все забирать. Через несколько часов к протестующим приехали чиновники из ГосГеокадастра. Объясняют, землю предпринимателям выделили законно. Ведь пресловутые 10 гектаров, согласно земельному кодексу, принадлежат не сельсовету, а государству. И распоряжаться этой землей может только область. Пересмотреть свое решение о выделении на дело бизнесменам чиновники отказались. А возмущаться людям посоветовали не на дороге, а в суде. Те в ответ заявили, к совету чиновников обязательно прислушаются. Ольга Иванченко, Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. 400 тысяч долларов под запасным колесом Мазератти. Так перевозил валюту из Украины в Румынию сын бывшего главы Тячевской райгосадминистрации. При этом украинские пограничники дали ему зеленый свет. Откуда столько налички и как ее обнаружили, выясняла Марина Коваль. 400 тысяч долларов наличными в Мазерате молодой супружеской пары нашли румынские полицейские в пункте пропуска Солотвина, Сигит Мармацей. Незадолго до этого авто без проблем прошло украинский пограничный таможенный контроль. Личности тех, кто пытался вывезти из Украины такую огромную сумму денег, раскрыли в администрации губернатора Закарпатия Геннадия Москаля. За кермом была невестка уколишнего главы Тячевской РДА Василя Йовдия Олена, а пассажиром был его сын. Звідки гроши, это сложно сказать, но если бы эти гроши были законными, их бы вывозили законным шляхом, шляхом декларования, або безготевковым. Отец задержанного за контрабанду крупной партии валюты парня Василий Йовди с 2005 года занимает государственные должности, работал заместителем главы Тячевской райгосадминистрации и возглавлял ее несколько раз. Был советником губернатора, а также сельским головой Нижний Абши, где и живет его семья. Село поражает своими постройками, люди живут в домах, которые без натяжки можно назвать роскошными замками. Один из них принадлежит семье Василия Йовди. Откуда у его сына и невестки была такая огромная сумма и почему ее вывозили тайно за границу, подробностям выяснить не удалось. Экс-чиновник не отвечает на телефонные звонки. Пока не знают о происхождении денег и правоохранителей. В прокуратуре начали уголовное производство против украинских таможенников, которые пропустили валюту. Деньги, обнаруженные в Мазерате, сына закарпатского экс-чиновника, ни ему, ни Украине не вернут. Все конфискованное румынскими полицейскими уйдет в бюджет их страны. Кроме того, семейство сына Василия Йовди заплатит штраф 5000 лей. Это около 32 тысяч гривен. Ведь не декларировать по таможенным правилам Румынии можно сумму, эквивалентную 10 тысячам евро на человека. Марина Ковадь, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интерзакарпатская область. Плагиат или цитата с намеком. Кандидат в президенты Франции Марин Липен снова в центре скандала. Лидера ультраправых обвиняют в плагиате речи бывшего соперника Франсуа Фиона. Почему Липен заговорила его словами и чем ей может аукнуться? Эта история Елена Зорина подробнее. Одна из самых обсуждаемых тем во Франции. Плагиат Марин Липен. Хэштег с таким названием в соцсетях бьет все рекорды. Причина первомайская речь лидера ультраправых. Еще в середине апреля вылетевший после первого тура кандидат от республиканцев Фион рассуждал о границах и соседях Франции. Еще об особом пути страны. Теперь это сделала и Липен. Но все бы ничего, если бы не заговорила точь-в-точь устами соперника. Впрочем, судите сами. Если люди изучают наш язык, иногда это крайне дорого. В Аргентине или Польше. Если там есть даже списки на ожидание для того, чтобы зарегистрироваться в школе Альянс Франце. Этот ролик уже просмотрели почти 70 тысяч раз. Его смонтировал один из французских сатирических интернет-каналов. Именно там первыми и заметили сходство речей бывшего и нынешнего кандидатов. А французское издание Liberation подсчитало Липен трижды, так цитирует Фиона. Другой вопрос, зачем в лагере ультраправых пояснили это желанием привлечь избирателей Фиона на свою сторону. Одна минута, 20 секунд из одного часа и 20 минут. Это кивок в сторону Фиона. Это не было частью речи из ее программы. Это раздел о идентификации Франции. Мы сочли этот кусок речи Фиона трогательным, потому так получилось. Марин Липен не сектантка. Но когда ее что-то трогает, так она об этом и говорит. Несколько странное оправдание, потому что сам Фион, как только вылетел из гонки, призвал сторонников поддержать другого кандидата, проевропейского центриста Эммануэля Макрона. И зачем теперь Липен его цитировать слово в слово, абсолютно непонятно. Хотя действительно сторонники Фиона могли бы, если не принести ей победу, то хотя бы сравнять счет во втором туре. Кандидаты от республиканцев поддержали почти 20% избирателей. Именно на эти 20% Липен, по данным соцопросов, сейчас и отстает от фаворита компании Эммануэля Макрона. О чем говорили за ужином британский премьер и глава Еврокомиссии. Лизеры встречались на прошлой неделе и уверяли, разговор состоялся конструктивный. Но, как утверждает немецкая пресса, беседа была полна противоречий, которые вполне могут отразиться на политике Лондона и Евросоюза. Что же пошло не так, узнаем у Светланы Чернецкой. Тереза Мэй совершенно сбита с толку и живет в другой галактике. Так описал свои впечатления от разговора с британским премьером президент Еврокомиссии. В прессу просочились сведения о лондонском ужине Жан-Клода Юнкера и Терезы Мэй. Из этой информации следует, что после разговора Юнкер стал более скептически относиться к Брекзиту и считает переговоры почти провальными. Особенно удивило президента Еврокомиссии предложение Мэй держать этот процесс втайне до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся окончательно. Юнкер категорически отверг такое предложение, поскольку во время переговоров будут нужны многочисленные консультации со странами ЕС и Европарламентом. Существуют и другие разногласия. Мэй уверена, что Британия не должна Европе ни пенни, на что Юнкер ответил, что ЕС это не гольф-клуб, где можно остановить членство без штрафов. В общем, разговор не клеился, о чем Юнкер на следующий день рассказал немецкому канцлеру в телефонном разговоре. Впрочем, британский премьер не считает переговоры провальными. Это брюссельские сплетни. Сами посмотрите, что после ужина Еврокомиссия назвала разговор конструктивным. Но опять-таки это демонстрирует, что переговоры по Брекзиту местами будут сложными. Многие европейские политики говорят, что Мэй рисует неоправданно радужную картину жизни Великобритании после выхода из ЕС. А на самом деле переговоры идут как минимум странно. Похоже, уже и сама Мэй понимает, что оказалась в тупике и пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Напомню, детальные консультации по Брекзиту между правительством Великобритании и руководством ЕС стартовали в марте. И на них отведено два года. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Семейные тайны. Дональд Трамп в интервью с журналистом рассказал о планах жены и сына и впервые о конфликте с предшественником. Почему между ним и Обамой пробежала черная кошка и когда первая леди переедет в Вашингтон? Дмитрий Анопченко знает ответы. Со времени инаугурации их практически не видно. Мелане и ее сына Байрона. Миссис Трамп редко-редко мелькнет в новостях. В основном на протокольных мероприятиях, где без присутствия первой леди уж совсем не обойтись. Она по-прежнему живет отдельно от президента в Нью-Йорке в Трамп Тауэр, под окнами которого постоянные пикеты. Ведь город ежедневно тратит на обязательную в таких случаях охрану миллион долларов в день. Это злит жителей мегаполиса. Да и других поводов для возмущения политикой Белого дома у противников Трампа хватает. Мы живем в стране с предрассудками, где женщины зарабатывают куда меньше, чем мужчины. Право женщин тут постоянно под атакой. Ущемляют женщин всех религий, цветокожий или национальности. Мы тут ради солидарности. Когда первая семья Америки будет вместе и будет ли, этим вопросом в прессе тут задаются часто. И лишь сейчас Дональд Трамп дал четкий ответ. В интервью Вашингтон Таймс он сообщил, что все случится уже этим летом. Мол, все писанные и неписанные правила нарушили из-за 11-летнего ребенка. У него в разгаре был учебный год. Пришлось бы перейти в другую школу, бросить свою футбольную команду. И для сына Трампа это была такая травма, что решили повременить. Новый президент США признал, что первые 100 дней в Белом доме для него и для семьи серьезное испытание. В том числе из-за нападок прессы. При этом Трамп уверен, когда Миланья приступит к обязанностям первой леди, справится без проблем. А вот другая тема вызывает у него раздражение. Трамп резко прервал интервью CBS, когда журналист спросил его об отношениях с Обамой. И о том, что по приказу предшественника Трампа якобы прослушивали. Вы можете рассматривать это так, как вам угодно. Вы не должны спрашивать меня. У меня есть свое мнение, у вас свое. Но я хочу знать ваше мнение. Вы президент США. Этого достаточно. Спасибо. В чем причина такой реакции, написала та же Washington Times. Оказывается, два президента, нынешний и бывший, игнорируют друг друга. Всего один раз они попытались созвониться. Барак был вне зоны досягаемости. А когда перезвонил, его соединили только с помощником Трампа. С тех самых пор никаких контактов, что в Америке не принято. Но причина не только в личных обидах, пишет газета. Трамп по-прежнему уверен, что штаб его в ходе гонки прослушивали по указанию Обамы. И что все нынешние неприятности в его команде всесливы в прессе из-за этого. Вот два политика и прекратили общаться. Став пока что не врагами, но уж точно не сохранив даже видимости хороших отношений. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко. Американское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин